Казалось, удачное начало артистической карьеры должно было стать пропуском Сергея Подгорного к новым значимым ролям. Но судьба его оказалась совершенно незавидной. Зрители впервые видели его в фильме «В бой идут одни старики» в образе обаятельного и улыбчивого смуглянки. Он и позже много снимался. Фильмография актера насчитывает более 60 картин. Почему же Сергей Подгорный столь печально закончил свою жизнь? Сергей Подгорный появился на свет в ПГТ «Буча» Киевской области в 1953 году. Детство его было счастливым и безоблачным. Мальчик с удовольствием помогал не только родителям, но и соседям. Занимался больными танцами и футболом, принимал участие в художественной самодеятельности и выходил на школьную сцену. Но родители были уверены, что сын станет врачом. Он всегда живо интересовался анатомией, подумывал о поступлении в медицинский институт. Желание Сергея Подгорного стать актером стало для всех неожиданностью. Он принял решение спонтанно. Просто девочка, которая понравилась будущему актеру, подавала документы в студию при театре имени Франко. Юноша отправился вместе с ней в Киев. Правда, в списке поступивших он тогда себя не нашел. Его пути с девушкой разошлись, а вот мечта стать актером осталась. Сергей весь год готовился к поступлению. Днем работал на авиационном заводе, а по вечерам учил отрывки, отрабатывал речь и поступил в Киевский институт театра, кино и телевидения. Как и многие однокурсники Сергея Подгорного, фильм «В бой идут одни старики» на съемочную площадку он вышел в массовке. Роль смуглянки предназначалась Анатолию Матешко, который даже успел сняться в нескольких эпизодах. Но позже актеру предложили главную роль в другой картине, и он, принеся свои извинения съемочной группе, уехал на съемки. Тогда-то и обратил внимание Леонид Федорович на симпатичного парня с выразительными глазами и обаятельной улыбкой. Подошел к Подгорному, вручил сценарий, велел сменить костюм, гримироваться и через полчаса выходить на съемочную площадку уже в роли смуглянки. Сергей Подгорный разволновался, убежал в поле, где и стал читать сценарий. Он увлекся настолько, что пришлось за ним посылать ассистента режиссера. А после прозвучавшей команды «Мотор» молодой актер вдруг впал в ступор. Не то что слова вспомнить, он даже пошевелиться не мог. Казалось, все его мышцы сковало какое-то липкое оцепенение. На помощь пришел Леонид Быков, как никто другой понимавший чувства студента, которому дали роль. Режиссер по-отцовски обнял парня, в глаза посмотрел по-доброму и произнес очень тепло. «Не робей, смуглянка! Ты же истребитель!» И Сергей Подгорный пришел в себя, начал играть и действительно перестал так отчаянно волноваться. Сергей Подгорный всю жизнь с огромной теплотой вспоминал Леонида Быкова. Его человеческое отношение ко всем, кто появлялся на съемочной площадке, будь то актер или помощник оператора. Сергей Подгорный вспоминал позже о том, как после выхода на экраны фильма Леонида Быкова он не мог спокойно пройти по улице. Его узнавали, просили автограф, а девушки смотрели с восхищением. Еще до получения диплома актер снялся в нескольких фильмах, а после окончания института был зачислен в штатке на студии имени Александра Довженко. Его фильмографии было около 60 работ, но при этом ни одной, которая могла бы сравниться со Смуглянкой. Он работал очень много. Правда, все его роли были эпизодическими или же второплановыми. А еще в его жизни появился алкоголь. Поначалу он считал для себя неправильным проявлять неуважение к поклонникам, предлагающим ему рюмку. После употребления спиртного вошло у актера в привычку. Когда же в 90-е годы наступил кризис в кинематографе, Сергея Подгорного перестали приглашать в кино, и ситуация стала критичной. Поводов для выпивки добавляли и неудачи в семейной жизни. Брак с первой женой Светланой прекратил свое существование спустя год после появления на свет сына Владимира. Девушка просто забрала сына и уехала из Бучи, где жили супруги, в родной Адлер. Больше актер их никогда не видел. Гражданский брак с Лидией тоже не продлился долго, несмотря на рождение дочери Александры. В жизни актера была еще одна женщина, но сам Сергей Подгорный отказывался о ней говорить. И когда его спрашивали о личной жизни, просил задавать вопросы о творчестве, а не о семье. Почти всю свою жизнь он прожил в родной Буче, в доме родителей. После смерти отца и старшего брата остался вместе с мамой и, кажется, постарался забыть о кинематографе. Когда не стало работать в кино, без дела он, конечно, не сидел. Работал в бригаде строителей, столярничал, проводил электрику. И очень болезненно реагировал, когда коллеги, простые работяги, начинали подшучивать над его прошлым, вспоминая смуглянку. Его постоянной спутницей стала бутылка. При этом Сергей Подгорный осознавал, что пагубная привычка не доведет его до добра, но менять ничего в своей жизни не хотел. Просто потому, что не видел никакого смысла. Когда в 2009 году режиссер Оксана Байрак решила помочь актеру, он с радостью согласился на ее условия. Оксана Ивановна специально для него внесла в сценарий роль отца главной героини в картине «Золушка с райского острова». Но при этом предупреждала, что во время работы он не должен пить даже пиво. Сергей Подгорный данное слово сдержал, но после окончания съемок снова вернулся к пагубному пристрастию. Когда Оксана Байрак завела с ним разговор о лечении алкоголизма, актер откровенно признался, что у него нет к этому никакого стимула. Если бы его снова стали снимать, он смог бы и сам бросить пить. Последние годы любимец зрителей Смуглянка жил в ужасных условиях. Он пил и совершенно не замечал того, что вокруг него в доме грязь и разруха. Старенькая мама сама нуждалась в уходе и наводить порядок просто не могла. Финал жизни известного и любимого актера был очень печален. По дороге на почту, куда Сергей Подгорный отправился за пенсией 18 июля 2011 года, у актера случился инсульт. В больнице он скончался, не приходя в сознание. Когда спустя несколько дней его хоронили, над могилой звучал не траурный марш, а та самая Смуглянка, которая подарила ему славу. Когда в 1973 году фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» вышел на экраны, он стал четвертым в прокате и единственным в десяти самых кассовых фильмах того года, посвященном тематике Великой Отечественной войны. Многие фразы из этого фильма ушли в народ и стали любимыми цитатами. Героям фильма капитану Титаренко и механику Макарычу в Украине установили памятник, а актеров, снявшихся в картине, до сих пор помнят и любят.